Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Масштабный ремонт самарских теплосетей. До 10 сентября завершатся работы по перекладке сетей на пяти участках. Учились на инженеров, стали сержантами. Выпускные торжества сегодня прошли на военной кафедре университета. 59 лет на страже безопасности без выходных и праздников. Сегодня день рождения отмечает Волжский спасательный центр. Нагрузка на заводское шоссе в ближайшее время возрастет. Именно по этой улице пойдет основной поток крупногабаритных машин после ограничения грузового движения в Самаре. Шоссе необходимо содержать в надлежащем порядке. Такое поручение дали профильным муниципальным предприятиям на еженедельном совещании в мэрии Самары. Был проведен мониторинг состояния территории, прилегающих к заводковому шоссе на протяжении от улицы Авроры до улицы Земица. В ходе мониторинга было выявлено 56 недостатков. Основные нарекания вызывают нескошенная трава, мусор и разрисованные заборы. Районным администрациям дали поручение устранить недостатки на всех участках улицы до среды. Кроме того, продолжится ремонт литым асфальтобетоном самой дороги на участке от улицы Авроры до 22-го портсъезда. До 10 сентября в Самаре должны завершить работы по перекладке теплосетей на пяти участках. Средства на масштабный ремонт, а это порядка 500 миллионов рублей, Самаре дополнительно направило предприятие тепловых сетей. Всего в работе пять участков в границах улиц 22-го портсъезда, Карбышева, Советской армии, промышленности, Литвиного и Днепровского проезда. Практически мы по объемам средств подойдем где-то, если плюс-минус, это где-то миллиард-миллиард сто. По перекладке теплотрассы, это в принципе, если уж оценивать, то это рывок за последние 10 лет. Не надо ждать, не надо звать, а можно взять и написать. В Самаре работает портал, где можно с компьютера или с мобильного телефона обратиться в администрацию города. Информационная система «Моя Самара» стала эффективной площадкой для сбора информации о самых актуальных проблемах территории, а также позволила наладить взаимодействие с жителями. Инструкция по применению в сюжете Марины Матвейшиной. Триммер работает, трава летит. На газоне еще несколько дней назад колосился бурьян, но местные жители терпеть этого не пожелали. И напрямую обратились в администрацию города. Тем более, что сделать это сегодня не составляет труда. Интернет-ресурс «Моя Самара» позволяет быть на связи как с компьютера, так и с мобильного телефона. Приложение «Моя Самара» помогает жителям оставить заявки на сайте, не уходя из дома. Можно также оставить жалобы на этом сайте. Также есть информация о городе любая. Такая форма связи оказалась очень популярной среди самарцев. С марта этого года на портал поступило почти 2500 заявок. И с каждым месяцем их количество возрастает. В большинстве случаев жители сообщают о проблемных участках дорожного покрытия, неубранных территориях, незаконно установленных рекламных конструкциях, а также о заброшенных автомобилях. Чтобы создать обращение, необходимо на портале «Моя Самара» перейти в раздел «Сообщить о проблеме», выбрать нужную категорию и потом зарегистрироваться, указав адрес электронной почты. Любой гражданин может зарегистрироваться на портале. Процедура регистрации достаточно простая. Достаточно указать свой электронный адрес, либо номер телефона. По сути, мы не требуем обязательного указания его настоящего имени и фамилии. То есть граждане могут оставаться анонимными. Чтобы обращение было принято к исполнению, достаточно отметить точку на карте «Самары», написать комментарий и сфотографировать в проблемное место. Но можно обойтись и без фото, говорят специалисты. Все заявки сначала поступают в информационную систему «Моя Самара» и обрабатываются модератором. Затем отправляются исполнителям. В их числе департамент городского хозяйства и экологии и районные администрации. В каждом из них назначены ответственные за обработку обращений граждан, поступивших через портал «Моя Самара». Мы сейчас отошли от бумажных технологий. То есть мы сразу эту заявку забиваем информационную систему «Моя Самара», где формируется поручение на исполнителей, фактически прямую, минуя главу администрации. Исполнители обрабатывают заявку и выходят решать проблему на место, будь то траву покосить или яму в асфальте заделать. На все работы отводится определенный срок. По итогам ответственные лица отчитываются также на площадке «Моя Самара». Ответ о проделанной работе приходит лично заявителю. В то же время сохраняются и привычные формы – личные приемы граждан и письменные обращения. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События. Ратное дело вместе с гражданской специальностью – выпускные торжества на военной кафедре Самарского университета. В течение двух лет курсанты проходили обучение по воинским дисциплинам, стажировку на военном аэродроме и получили звание сержант запаса. По сути, это и армейская служба, и вторая профессия, которая для многих выпускников становится основной. Олег Зверев тоже пообщался с сержантами-бакалаврами. В эти учебные кабинеты они пришли в последний раз, чтобы сфотографироваться в привычной обстановке. Два года они обучались на военной кафедре Самарского университета. Поступая на гражданские специальности, предполагалось, что вместе с дипломом бакалавра они получат еще и воинское звание, плюс строевая выправка, дополнительные знания и романтика военных сборов. Военная кафедра и армия, они дисциплинируют очень, то есть воспитывают дисциплину. Я считаю, что это самое главное, что дала военная кафедра. Ну и помимо всего прочего, какие-то знания по специальности тоже здесь изучили. По авиационному вооружению, кто-то по самолетам, двигателям. Очень много друзей, знакомых, потому что на факультете, на парах ты сидишь с одними людьми, здесь ты уже пересекаешься еще с другими, с других даже направлений, факультетов. Потом, когда мы поехали на сборы, появилось еще больше других новых знакомых. Какие-то люди открыли для себя по-новому на тех же сборах. Чувство патриотизма, чувство того, что ты все-таки стал мужчиной. Так принято прощаться со знаменем военной кафедры. Сегодняшнее построение, по сути, завершает воинскую службу, которую эти студенты проходили без отрыва от основной учебы. Инженеры и конструкторы, электромеханики и программисты, знания, полученные в университете, выдержали проверку боем. Будущие офицеры проходят стажировку на базе дальней авиации в Энгельсе, рядовые и сержанты на военном аэродроме в Оренбурге. Многим это пригодится и в жизни. Большинство выпускников идут учиться на более высокую ступень, в магистратуру, но есть и такие, кто остается в военном деле. В прошлом году у нас ребята, порядка шести человек, ушли служить в вооруженные силы. Но кроме вооруженных сил, ребята пошли служить и в Федеральную службу безопасности, и в МЧС, и в службу полиции, и в другие структуры. Поэтому вот именно, почему я сказал, вторая профессия, она дает шанс служить в других остальных структурах, где есть погоны. Окончив магистратуру, ребята тоже идут в армию. Самое удивительное, что это приветствуется, и он закончил магистратуру, и тоже может идти с теми же самыми. Приказ министра есть. Военные кафедры при Самарском университете сформированы в 1942 году, в год основания Куйбышевского авиационного института. И все эти годы служат надежной кузницей инженерно-технических кадров для вооруженных сил страны. Этот год юбилейные торжества в честь 25-летия в Самаре состоятся осенью, когда в университет придут уже первокурсники 2017 года. Олег Зверев, Станислав Левин, События. 59 лет на страже безопасности без выходных. Сегодня день рождения отмечает Волжский спасательный центр. Солдаты-спасатели участвуют в ликвидации последствий всех крупных трагедий. В Приволжском федеральном округе такое учреждение находится только в Самаре. А всего в России их 10. Спасателей с праздником поздравил Андрей Горгуленко. 1 августа 1958 года полк гражданской обороны, как он тогда назывался, располагавшийся в Куйбышевском районе Самары, получил боевое знамя. С того дня ведется летоисчисление боевым и трудовым подвигом. Теперь полк называется Волжским спасательным центром. За 59 лет он участвовал в ликвидации последствий множества трагедий. Пожары, взрыв на артиллерийском складе, паводки, наводнения. Самарские спасатели действуют по всей стране. В настоящее время Волжский спасательный центр постоянно участвует во многих спасательных операциях по решению министра при возникновении чрезвычайных ситуаций на различных территориях. Мы гордимся тем, что именно в Самарской области дислоцирован Волжский спасательный центр. Для комфорта спасателям отремонтировали жилые корпуса, постоянно внедряют для службы новые технологии, среди которых и современная техника, средства индивидуальной защиты и полностью автономные палатки, которые позволяют организовать штаб в любом месте. Все это облегчает выполнение главной задачи – оберегать жизнь россиян. Приходит современная техника, она требует современных подходов, обучения. Поэтому мы обучение производим в учебном центре Самарского направления, обучаем также в других частях, в том числе и в Академии, по различным специальностям. Каждый солдат у нас, каждый контрактник, каждый офицер обучен на нескольких смежных специальностях. И кроме работы спасателей, может работать как спасателем, химиком, пожарным. В честь 59-го дня рождения части на плацу прошел торжественный митинг и парад. Офицеров и солдат наградили заслужебные достижения, а завершили праздник концертом, где выступали и спасатели со своими творческими номерами. Всего в части служат 700 человек, но не все смогли принять участие в торжествах. Кто-то должен всегда находиться на боевом посту. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре произошла авария с участием дорожной техники. Очевидцы выложили в сеть фото с места происшествия. В районе Крымской площади с автовоза при повороте свалился каток и опрокинулся на правый бок. По словам очевидцев, ЧП произошло из-за того, что машина не была закреплена. По предварительным данным, никто не пострадал. С 1 сентября движение по обоим тоннелям на Московском шоссе пустят на полную мощность. Причем на Ракитовском шоссе проезд откроется как по тоннелю, так и по кольцу, соединяющему транспортные потоки по верхней части развязки. За оставшийся месяц будут завершены укладка и обустройство всех съездов, карманов, развязок, соединяющих основные полосы движения на Московском шоссе с прилегающими к нему участками дорог. Недетские разборки. Дворовая потасовка между подростками в Тольятти закончилась госпитализацией. Драка вспыхнула во дворе одного из домов на улице автостроителей. Сколько подростков участвовали в конфликте, пока неизвестно. Но после случившегося пострадавшим пришлось вызывать скорую. Нескольким врачи оказали помощь на месте. Пятерых увезли в больницу с травмами головы. Горячая линия для жалоб на работодателя открылась в Самаре. Об этом сообщает городская администрация. Жители Самары могут рассказать о фактах незаконной трудовой деятельности, пожаловаться на задержку зарплаты и конфликтные трудовые ситуации. Телефон горячей линии вы видите на экране. По этому номеру горожане могут оставить сообщение, после чего мэрия проверит нарушение трудового законодательства. Расписание работы Аэроэкспресса в Самаре меняется. По новому графику он начнет работать 7 августа. Теперь Аэроэкспресс будет ежедневно отправляться от аэропорта в 12 часов 19 минут и делать по пути следования следующей остановки. Старая Семейкина, Водинская, Ягодная, Средневолжская, Пятилетка, Стахановская. Самаре электричка будет прибывать в 13 часов 37 минут по московскому времени. И вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Регистрироваться не спешат. Коммунальщиков призвали обнародовать данные в сети. Устранить недочеты в кратчайшие сроки. Глава Самары проинспектировал Октябрьский район города. Не проверит, не поедешь. Инспекторы ГИБДД усилили контроль за транспортом, работающим на пригородных направлениях. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова